К нам присоединяется Игорь Яковенко, российский журналист, социолог Игорь Александрович. Доброе утро. Приветствую. Доброе утро. Ну вот, давайте еще и напомним нашим зрителям, что буквально недавно, именно 5 декабря, член комитета Госдумы Российской Федерации по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил, что на временно оккупированных территориях Украины Российская Федерация возрождает карательные отряды вроде СМЕРШ, которые существовали во время Второй мировой войны. И эти отряды, тут я акцентирую, будут заниматься поиском проукраински настроенных жителей. Так вот, как вы считаете, почему это действительно так и происходит, по вашим наблюдениям, что возрождается некий СМЕРШ, и это просто название или действительно какое-то подразделение контрразведки? Почему именно это название возвращается? Почему любое другое подразделение не назвать как-то по-другому? В чем суть? Для чего мы это понимаем? А вот в чем суть возвращать то, что было когда-то? Для устрашения? И что нового в этом так называемом новом подразделении? Вы знаете, тот источник, который вы назвали, генерал-идиот Гурулев, это источник очень ненадежный. Я не могу сейчас подтвердить или опровергнуть то, что он говорит. Просто проблема в том, что вот это такой замкнутый круг людей, которые собираются вокруг Соловьева. Иногда они присутствуют на программе Скобеевой. Это тот круг людей, который очень давно говорит о необходимости воссоздать СМЕРШ. Соловьев постоянно об этом говорит. Говорит о том, что он готов возглавить СМЕРШ. Это их мечты. Это их мечты возродить СМЕРШ. В их понимании СМЕРШ это некий идеал, который, так сказать, поможет что-то решить. Поможет, так сказать, победить не только Украину, но и Запад. И вообще, так сказать, навести страх и ужас на всех врагов. Значит, давайте разберемся. Ну, прежде всего, что такое СМЕРШ. Это часть НКВД, которая, это так называемая военная, прежде всего, контрразведка, которая была частью НКВД и которая занималась в основном, как и все НКВД, отличалась следующими вещами. Во-первых, чрезвычайщина. То есть, для них не существовало законодательства советского. Они могли делать практически все, что угодно, поскольку в традициях ЧК, в традициях чрезвычайной комиссии обладали вот этими вот атрибутами чрезвычайщины. Могли делать практически все, что угодно. Второе. Это расстрелы. То есть, смертная казнь. Причем, расстрелы фактически без суда и следствия. С учетом военного положения, просто расстрел на месте. Ну, и название. Значит, я пока не видел официального подтверждения, что создаются какие-то структуры под таким названием. Значит, вопрос в конкретике. Вопрос, что это такое? Потому что, в принципе, какие-то отряды вооруженные на оккупированных территориях Украины, они существуют. И, в общем, для людей, которых убивают, не имеет значения. Называется это СМЕРШ или это называются какие-то там, я не знаю, отряды добровольческие или еще что-то. Это не имеет значения. В данном случае я не исключаю, что вот сейчас вот эта компания, так сказать, я еще раз говорю, это некое такое телевизионно-думское сообщество людей, которые стараются, в общем-то, обогнать Путина в его вот этих вот имперских мечтах. Это та компания людей, которая постоянно критикует Путина за то, что он недостаточный фашист, за то, что он недостаточный сталинист, за то, что он не кидает атомную бомбу. Там вот тот же самый, почему я называю его генерал-идиот Гурулев, потому что он это тот человек, который постоянно требует, чтобы, значит, Путин кинул атомную бомбу на какую-нибудь европейскую страну, чтобы он уничтожил Соединенные Штаты Америки, чтобы он уничтожил Великобританию, Францию. Но я уж не говорю о том, что по требованию Гурулева давно надо было бы уничтожить Киев и другие города Украины. Вот эти все люди, они пытаются влиять и двигать политику Кремля в сторону еще большего фашизма, еще большего, более концентрированного милитаризма, и перевести войну в сторону, ну, я не знаю, есть ли такие ресурсы, но, по крайней мере, дать бы волю вот этим всем Гурулевым, то давно уже атомное оружие было бы применено и уже давным-давно началась бы и закончилась очередная мировая война, только ядерная. Поэтому вот я не уверен в том, что то, что говорит Гурулев, это реализуется, потому что на самом деле, фактически на сегодняшний момент разрешена вот эта критика Путина со стороны большего фашизма, это пожалуйста, но попытка что-то реализовать на практике, мы знаем, что примерно с этой стороны Путина критиковал Гиркин, и Гиркин находится в тюрьме, примерно с этой же стороны Путина критиковал Пригожин, Пригожин находится несколько дальше, чем тюрьма, вот поэтому я думаю, что вот я не уверен на сто процентов, что я могу ошибаться, возможно, что будет воссоздан СМЕРШ, вот именно с таким названием, может быть, ну так, чтобы напугать всех, но я не уверен, что вот вся совокупность полномочий и сама конструкция СМЕРШа, она сегодня в сегодняшней России может быть воссоздана, понимаете, вот антрополог Кюве мог по одной косточке воссоздать полностью облик динозавра, так вот, все пригнано, и СМЕРШ, как некое явление сталинской эпохи, это та косточка, которая, ну никак не влезает в конструкцию путинской России, немножко по конструкции не подходит, там очень много чего должно быть пригнано, там должна быть, так сказать, полностью централизованная экономика, там должна быть полностью централизованная, так сказать, система прописки, должны быть закрыты границы, то есть много чего, и должна быть идеология, в конце концов, СМЕРШ без сталинской идеологии довольно тяжело воспроизводится, поэтому я думаю, что вот в чистом виде СМЕРШ не удастся восстановить, слишком многое придется менять, но и нет ресурсов у путинского фашизма, нет ресурсов удариться об землю и превратиться в то, что из себя представлял сталинский красный фашизм. Игорь Николаевич, это я про Гурюлёва, ну да, в его адекватности мы тоже сомневаемся, но тем не менее, про него я просто добавила, что еще и на временно оккупированных территориях такое подразделение некое будет формироваться, а вначале, возможно, вы сначала видели наш материал, об этом говорила британская разведка, и одно из видео мы тоже показали в нашем материале, где белгородчанин извиняется за то, что он там фиксировал какие-то прилеты, точнее, падения, как работу по ПО неудачную в Белгород, в его городе Белгород, и когда он делал эти извинения, он стоял в окружении людей с нашивками СМЕРШ, то есть, по крайней мере, костюмы они явно не восстановили, а сделали новые, вот, и поэтому мы и спрашиваем, это что уже такая распространенная практика, конечно же, официально не было никаких сообщений о том, что такое подразделение создается, но тем не менее, какие-то СМЕРШи уже в Белгороде есть. Скажем так, я не исключаю, что, понимаете, какие-то маскарадные костюмы, возможно, появились, возможно, это не маскарадные костюмы, возможно, это уже какая-то инициатива снизу пошла. Еще раз, я все-таки не склонен считать, что вот на сегодняшний момент, понимаете, назвать можно все, что угодно, как угодно, знаете, так сказать, все, что называется, слух все стерпит, и бумага все стерпит, и материя все стерпит, а вот воссоздать СМЕРШ как целостную систему, которая встроена была именно в сталинский, в сталинский, советский, в сталинский вариант вот этого чудовищного красного фашизма, я думаю, что такой опции не существует. Это будет имитация, как многое из того, что пытается, Путин пытается воссоздать СССР, причем СССР сталинского образца, и это получается имитация. Вот что он делает сейчас? Вот он воссоздает СССР. И что, у него что-то получается, что ли? Ну, нет, конечно, кишка тонка, понимаете? И даже, так сказать, культ личности, который пытается восстановить, не получается, потому что, ну, как в свое время говорили сталинисты после 20-го съезда, был культ, но была же личность. А здесь, это, конечно, там сильное преувеличение, там особой личности тоже не было, но здесь-то уж совсем ничего нет. Поэтому я думаю, что сталинские сапоги Путину примерять опасно, утонет. Игорь Александрович, ну, вот вы совершенно справедливо упомянули, да, об особенностях поведения СМЕРШевцев в сталинские времена. Это 41-й, 46-й годы, если я не ошибаюсь, существовало это подразделение. Да, это было, я подчеркиваю, военное положение в стране, расстрелы на месте шпионов. Не кажется ли вам, что вот именно вот этот фактор и привел к тому, что сейчас в России заговорили о СМЕРШе, то есть о военном положении, о войне? То есть, возможно ли, что риторика власти изменится и уже специальная военная операция уже отойдет неким образом на второй план, а будут уже, будут разговоры, в том числе и из уст кремлевского диктатора, уже в стиле «вставай, страна огромная», у нас большая война не только с Украиной, но и со всем агрессивным Западом? Вы знаете, риторика такая уже идет. Она есть, она уже идет. Тут есть одна серьезная ловушка, в которую, я думаю, что Кремль, он видит эту ловушку. Понимаете, официально сказать, что, значит, вот, ну, представьте себе, вы абсолютно правы. Кремлю сейчас, конечно, хочется сменить риторику. Более того, Кремлю очень хочется вообще сменить Россию. То есть, та Россия, которая есть сейчас, она Путина и Кремль совершенно не устраивает. Вот это вот такая достаточно расслабленная Россия. Россия, которая, в общем-то, не очень хочет воевать. Россия, которая предпочитает, если говорить, большие и крупные города, сидеть в ресторанах, нормально существовать, не замечать, что идет война. Такая Россия не нужна Путину. И вообще, так сказать, в какой-то части там шибко умная Россия не нужна, не случайно, очень символичная вот это показательное уничтожение вот этой полуголой тусовки и замены этой полуголой тусовки на совершенно других людей. На таких людей, как вот эти вот алкоголики конченые, которые показывались на голубом огоньке в качестве героев нашего времени. Это вот Иришка Чики-Пики, Монгол и Паша Безумный. Это же не смеху ради. Это серьезно. Вот на кого надо равняться. Вот кто герой нашего времени сейчас. А не всякие там гламурные люди. Вот это важный, это важный штрих. Путину нужна другая Россия, героями которого будут там Гиви и Моторола, которых сейчас собираются канонизировать как святых. Вот это вот компания, так сказать, алкоголиков. Ну и, соответственно, убийцы, которых Путин милует и отправляет назад в российские регионы. Вот такая Россия нужна Путину. Но что касается замены полностью, замены наименования, то мне представляется, что Путину это сделать будет трудно. По очень простой причине, понимаете? Потому что если вот просто открыто сказать, что все, у нас больше не СВО, у нас большая война, это что означает? Это означает, что Путин ошибся. Тогда надо так или иначе признавать, что это же, ну все, у нас не СВО, у нас война. А за слово война люди сидят в тюрьме. Горинов сидит в тюрьме, на 7 лет посажен за слово война. Теперь получается что? Я понимаю, что по поводу логики это не к Путину. Но тем не менее в ушах еще стоит СВО, СВО, СВО. А теперь у нас большая война, значит все, значит что? Все предыдущее было ошибкой. Я понимаю, что Путин довольно часто меняет риторику. Вчера говорит одно, завтра другое. Но здесь уж очень очевидно. Поэтому я думаю, что это развилка, над которой сейчас Кремль думает. Как здесь, как, что называется, начать новую жизнь с чистого листа и как сделать так, чтобы старый лист куда-то делся. Вот мне представляется, это некоторая проблема, которую Кремль сейчас как раз решает. Игорь Александрович, ну давайте мы с чего начинали наш разговор, тем и закончим. Я имею ввиду это покаянное видео жителя Белгородской области. Да, это из той же серии, это те же покаянные признания, покаянные заявления, как и были при Сталине. То есть не исключено, что даже невинные люди, я не исключаю, что этот житель Белгородской области возможно ничего и не снимал. Но показательно, с табличками СМЕРШа, с его покаянным видео на фоне Триколора, это вполне возможно, что сейчас станет массовым явлением. Так, а мы ждем видео или вы хотите? Нет, 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 я уже задал вопрос. Даже сюда я могу и прессово купить персонажей упомянутой вами голой вечеринки. То есть эти покаянные видео, это тоже, тот же сталинизм в новом виде, правильно? Ну да, нет, это все правильно. Я просто думал, что вы видео будете показывать. Значит, поэтому молчал. Но здесь все предельно просто. Да, действительно, это традиция. На самом деле, эту традицию, если уж на то пошло, покаянных извинений, начал Кадыров. Он немножко опередил время. Постоянное требование извиниться перед Кадыровым, это было даже такой мем. Друг друга спрашивали, а ты уже успел с утра извиниться перед Кадыровым? Нет, я вот кофе пью. Нет, надо сначала извиняться, а потом кофе. Вот примерно так. Но сейчас это уже не смешно. Сейчас это уже действительно так. Эти покаянные извинения, заглаживания, заявление товарища Сталин, произошла чудовищная ошибка, которая следует из уст всяких Киркоровых и прочих голых вечериночников. Ну и естественно, вот эти извинения от людей, это тоже примета времени. Да, действительно это так. На самом деле это все отражает стилистику пришествия Путина на пятый срок, потому что речь не идет об избрании. Никто его избирать не собирается. Речь идет о присяге на верность. Присяги на верность будут присягать регионами, партиями, предприятиями, будут присягать по очереди, так сказать. Вот регионы будут присягать, доказывая, кто из них больше любит Путина, кто больше голосов наберет, вернее, кому больше нарисует. Так что мы вступаем немножко в такой новый этап очень сильно сгущенного такого путинского фашизма. Александр Ильич, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Игорь Яковенко, российский журналист, социолог, был с нами на связи. Мы говорили о старом СМЕРШе на новый лад, о том, как Путин возрождает традиции Сталина. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.